Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал о море красоте, также об онлакшопинге. Ну что ж, на наблюдала, делюсь с вами. Вещь, которую я на самом деле раньше не замечала, а если замечала, не могла идентифицировать с тем, о чем я вам сейчас скажу. А речь пойдет о том, что же старит нас женщин. И первая вещь, о которой я ни разу не упоминала в подобных видео, и хочу сказать сейчас, она, в общем-то, бросилась мне в глаза, потому что я посмотрела одного блогера. Это известный блогер, его контент, ее, точнее, контент посвящен моде. Но вот таких блогеров вы найдете очень-очень много, и то, о чем я вам сейчас скажу, я наверняка уверена, что у каждого всплывет свой пример в голове, и у каждого будет свой блогер, который таким образом себя, что называется, позиционирует. Я увидела видео, где, в общем-то, блогер, девушка, мне кажется, она была младше моих лет, она вот в какой-то такой позе, вот так вот, как-то так, разводя руками, рассказывала о том, что может нас составить. В общем-то, у нее поза была женщина, которая вообще все знает в этом мире, все уже видела, все умеет, она вот сейчас вам еще все это расскажет, что же может нас составить. Поэтому такая вот вольяжная поза женщины, которой она уже все повидала в этом мире, и другим еще может рассказать, она, конечно же, сама по себе позу очень сильно ставит. Ну и плюс вот эта вот манера изложения, которую я при всем в своем артистизме сейчас не могу, не могу передать. Когда ты разговариваешь с какой-то усталостью в голосе, у тебя такая вот мимика, ну боже, я все это уже слышала, все это знала. Это очень-очень ставит. На самом деле, я бы, наверное, не заметила, если бы не была сама блогером. Сама я сижу все время так, как будто бы палку проглотила, прежде всего потому, что у меня камера непрофессиональная, я записываю на телефон. Если я начинаю руками размахивать, я очень люблю руками помахать, я похожа на краба, потому что руки становятся по размеру с моей головой, если я приближаю к камере. Поэтому я всегда сижу очень прямо, и за счет этого я совершенно точно могу сказать, выгляжу моложе. Безусловно, также тот простой факт, что мы держим осанку, но это просто нас украшает, вряд ли это нас очень молодит, хотя тоже, безусловно, с годами мы, в общем-то, все к земле клонимся. Поэтому осанка, ну и вообще вот эта вот мимика женщины, которая все познала. Кстати, обратите внимание, как сидят молодые девушки. Вот они пришли на собеседование, они пришли да куда угодно, они к врачу пришли в очередь стать, они вот, как правило, вот так вот сидят, коленочки ровно сдвинуты, вот так вот плечики ровно, ручки, ручки где-то здесь лежат. На самом деле это, скажем так, образ молодой девушки, не очень уверенной в себе, не очень знающей, возможно, себе цену, как это принято говорить, не очень вообще умеющей себя вести в обществе, среди людей не очень комфортно себя ощущающих. Но тем не менее, вот эта поза молодой девицы, она на самом деле молодит. Это очень видно на видео определенных блогеров. Ну и второй момент, который вытекает также, это наша речь. Мимика, связанная с нашей речью, когда опять мы вступаем, либо включаем образ женщины, которая все знает, все умеет, и нам, возможно, еще только 20 лет, многие и в 20 лет умеют. Я знаю блогера, который очень молод, насколько я поняла, она тоже с Сахалина, вот у нее такая мимика и такая манера изложения, что, в общем-то, на самом деле кажется, что ей какой-нибудь хороший тридцатник, а той тридцать пять уже давно стукнул. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на это. Я на это раньше внимания не обращала. Еще одна вещь, которая, на мой взгляд, очень-очень старит, я цитировала ее в своих прошлых видео, здесь опять же скажу, также в связи с тем, что я выпустила видео про то, как можно, самое обычное платье, строгое, которое мы можем встретить в гардеробе учителя, в гардеробе у женщины, которая вынуждена соблюдать достаточно строгий дресс-код, как можно обыграть его при помощи рубашки. Мне был оставлен комментарий, что, в общем-то, рубашка не очень к этому платью подходит. Возможно, да. Но так было 10 лет тому назад. Сейчас наоборот. Если женщина хочет, в том числе, выглядеть более модерновой, и, как следствие, более молодой, потому что модерновость и способность, скажем так, видеть новое, подхватывать новое, это свойственно молодым людям, что мужчинам, что женщинам в молодом возрасте. Поэтому, пожалуйста, с манерой одеваться, обратите на нее внимание. Необходимо, прежде всего, добавлять совершенно точно спортивные какие-то элементы. Я в прошлом видео, в прошлом году, точнее, очень любила белые кроссовки, кеды. И в своих недавних видео говорю, что, в общем-то, я отошла от этой любви, потому что их стало очень-очень много. Но есть другие спортивные элементы, например, худи, например, толстовка, например, футболка с какой-то читаемой надписью либо с каким-то читаемым спортивным логотипом, кепка на голову, рюкзак какой-нибудь, исключительно спортивный, даже при достаточно строгих компоновках, допустим, пиджак а-ля мужской, плюс рюкзак с каким-то подростки ходят. Это все может смотреться адекватно в определенных обстоятельствах. А каковы такие обстоятельства? Это прежде всего обстоятельства нашей повседневной жизни. В то время, как если бы я носила то белое платье, которое показалось с кардиганчиком сверху, когда я сидела в видео, то, в общем-то, если бы я вот так изо дня в день одевалась и вот так изо дня в день мои соседи бы меня лицезрели, скорее всего, я бы у них ассоциировалась как человек несколько большего возраста, чем мне даже на самом деле есть, чем я на самом деле демонстрирую. Я на самом деле несколько моложе своих лет выгляжу. Я это знаю по итальянцам. Они спрашивают. Они почему-то думают, что у меня трое детей, и я очень-очень молода. А когда и раньше я говорила, сколько мне лет, в общем-то, ну такая нормальная была реакция. А теперь, когда я говорю, сколько мне лет, они говорят, о, ну да, нормально. И меня это даже несколько, ну не могу сказать, обижает. Поэтому мне, может, это непривычно. Поэтому могу совершенно точно сказать, что люди дают мне меньше лет, но дело не в том, как выглядит мое лицо, а дело вот в таких некоторых нюансах, в том числе в том, как я одеваюсь. Я одеваюсь очень, очень, да даже не знаю, как кто-то говорит старомодный, я одеваюсь по-бомжовски, одеваюсь, бомж-стайл, на самом деле, мой любимый стайл для повседневной жизни. Поэтому вот такие моменты, на них стоит обращать внимание. Еще один момент, на который я, многие думают, что сапожник без сапог, постоянно обращаю внимание, это, конечно же, волосы. Волосы должны быть у нас, в особенности к 40 годам. Мы не можем себе уже позволить определенные эксперименты. Я не очень нравлюсь себе со своим цветом волос, скажу честно. Мне кажется, что светлый цвет волос меня, в общем-то, молодит, освежает, как это принято, лицо освещает и так далее. Но я совершенно точно понимаю, почему я обрезала волосы. Ведь многие могут подумать, что так сильно на меня давила зрительская аудитория, которая меня критиковала, что я в итоге волосы обрезала. Нет. Я считаю, что волосы, как любая материя, в том числе деликатная материя, точнее, прежде всего, деликатная материя, это то, что однажды нужно, что называется, обрезать, нельзя сохранить. Поэтому я обрезала волосы. Я крайне некомфортно себя чувствую с той длиной, которая у меня сейчас есть, шикарного каре. Но могу сказать, что шикарное каре, это всегда лучше, чем то, с чем большинство женщин, российских, к сожалению, это, скажем так, отличительная черта. Российские женщины приходят к 40 годам. Нужно отращивать волосы, любую цену. И во многих могут сказать, что вы стареющая русалка, либо стареющий кармен. Это мне почему-то кажется. А что когда-нибудь и мне такое напишут, стареющая русалка. Я была, когда у меня были распущенные волосы. Теперь я могу выглядеть как стареющая кармен. Но тем не менее, могу сказать, что в повседневной жизни реакция людей это совершенно другая реакция, чем реакция зрителей здесь, на ютубе, на любого блогера. Могу сказать, что, конечно же, по возможности блестящие волосы, по возможности гладкие волосы, ухоженные и так далее, это то, что очень-очень молодит. Это то, что ассоциируется со здоровьем женщины, это то, что ассоциируется с ее, если хотите, детородностью. Поэтому, пожалуйста, все, у кого есть возможность отрастить волосы, отрастить свой цвет, отрастить свою длину, это смотрится очень красиво. Тем более, сейчас очень много примеров в инстаграме, прежде всего, моделей, что называется, инстаграм моделей, инстаграм инфлюенсеров в возрасте. И очень у многих прекрасные седые волосы. Не очень густые, как, наверное, были каких-нибудь 40 лет тому назад. Но я всегда говорю, что все мы к этому придем, это некая реальность. Поэтому, в общем-то, если у тебя не очень густые волосы в 60 лет, то и у другой твоей подруги в 60 лет тоже не очень густые волосы. Поэтому мы, в общем-то, все примерно на, скажем так, одной ступени находимся. Поэтому волосы, обратите на них внимание, это то, что может очень-очень сильно молодить. Просто издалека. Образ издалека с некими удлиненными прическами воспринимается все-таки окружающими как образ более молодой женщины. Про одежду я уже здесь сказала, но мне бы хотелось все-таки отдельно выделить дорогая одежда. Вот дорогая одежда это то, что совершенно точно может стареть в особенности здесь, в Европе. Если вы приезжаете на отдых, обратите внимание, что дорого, статусно, с хорошими дорогими сумками, в такой прямо-таки новой-новой непоношенной обуви. Это, скажем так, образ женщины хорошо за 55 даже. То есть, эта женщина, скорее всего, за 60 лет. Именно так принято одеваться здесь, в Европе. Безусловно, все страны разные и менталитет разный и восприятие женщины разное. Но могу также сказать по себе, что когда я одеваюсь дорого, то есть, по моей одежде видно, что она сделана из качественных материалов, опять же, светлые цвета, я очень люблю светлые цвета в одежде, но могу сказать, что они совершенно точно прибавляют возраст. Опять же, не нашему лицу прибавляют возраст, а прибавляют возраст нашему образу. Нас воспринимают как женщину более старшего возраста. И я обратила внимание, что когда я, что называется, дорого одета, при том, что я никогда не одеваюсь кричащей дорого, ко мне обращаются всегда на «вы», ко мне обращаются как к сеньоре. То есть, прямо-таки, отношения у окружающих меняются, поэтому тоже обратите внимание, что если вы являетесь счастливой обладательницей дорогой, качественной одежды, вы должны понимать, что в этой одежде окружающие вас воспринимают как персону несколько более старшую. Это может быть не хорошо, не плохо, это может быть совершенно приемлемо, когда тебе 25 лет, но когда тебе 40 лет, ты, в общем-то, уже, скорее всего, задумаешься о том, чтобы, возможно, миксовать свою дорогую одежду, носить ее несколько иначе, если ты хочешь выглядеть несколько моложе. Ну и последний пункт, на который бы я обратила внимание всех, и опять же, думаю, что это является моей характеристикой, и многие зрители, кто смотрит мой контент давно, думаю, что это заметили, это, конечно же, мимика. Молодые люди, что парни, что девушки, это люди, которые идут, часто смеются, часто улыбаются, у них прямо-таки лицо, лицо радостных людей, лицо радостных людей, в то время, как зачастую мы приходим к каким-нибудь нашим уже 30 годам, с лицом, на котором отражается печаль всего мира, на нас посмотришь, и можно знать, что, да, в Африке люди голодают, что в Африке все очень плохо, что в Индии все еще хуже, и так далее, и так далее. Нет, наше лицо, несмотря ни на что, если мы хотим, тем более, выглядеть молодо, если самое главное, мы хотим себя чувствовать, потому что то, как наше лицо выглядит, и то, как мышцы на нем двигаются, это все связано с реакцией мозга на нашу мимику, поэтому очень важно улыбаться. Я часто говорила, и в каком-то своем видео прямо-таки вынесла в отдельный лайфхак, если вы будете слегка улыбаться всегда, вас будет просто воспринимать как очень удашливого человека, потому что, ну, потому что вы слушаете, что-то там улыбаетесь себе. Это очень классный лайфхак для того, чтобы окружающие воспринимали тебя несколько иначе, и для того, чтобы, ну, от жизни ты получала несколько больше, чем люди с грустным выражением лица. На этом с вами прощаюсь, желаю всем выглядеть мало-молодо, красиво, классно, и стильно, прежде всего, если вам этого хочется. Субтитры создавал DimaTorzok